Оползли-то они к некой избухе. Избуха какая-то стрёмная. Внутри избухи ещё более стрёмно, потому что там всё увешано какими-то черепами. На каждом черепе по венку цветов. Культ мёртвых. Это конкретно... Муэрте. Санта-муэрте. Святая смерть. Это вообще, конечно, очень интересная синкретическая религия, точнее, часть синкретической религии, который напрямую связан с ацтекскими и инхскими культами, у которых это прямо вот это поклонение смерти, оно было развито до каких-то космических масштабов. Ну, мы же неоднократно обсуждали, как они своих бумифицировали предков, и отлично с ними могли посидеть, выпить. Носили с собой на праздники. Да, поговорить. Потому что, а что ж, он же никуда не делся. Вот. Более того, с этим было связано вполне нормальное выдача своих, например, детей для жертвоприношений. Дело-то богоугодное. Во-первых, богоугодное, во-вторых, но от того, что у него вырежут сердце ребенок, то никуда не денется, ну подумай, что немножко не говорит, ну ты помедитируй немножко и заговорит, и все в порядке, потому что так-то он тут, все в порядке, и ничего страшного не случилось. Хорошая религия. Вот. А когда туда приехали христиане... Сначала они, конечно, в панике были от того, что там происходит, откровенно говоря. Глядя на такое. Да. И более того, они эту панику реализовывали, как положено, белым завоевателям. То есть, они местных просто гандошили. Как-то. О, человеческие жертвоприношения? Мы кое-что про это знаем. Вы сатанисты. Что делать с сатанистами? Падра. Что делать с сатанистами? А, я же сам помню точно. Ну-ка, пожалуйте к нам на вилы. Соответственно, сжигать все эти храмы, эти рукописи всякие разные. В общем, все под нож. Но так как они там жили очень долго, и до Испании далеко, а испанцы, более того, на этих самых гордых завоевателей очень быстро стали смотреть, как на говно. Ну, потому что вы там золото шлите. Золото, говорю, шлите, сами не приезжайте, не надо. Вот. Поэтому они очень быстро стали образовывать устойчивое сообщество с местными. Ну, а по испанским-то понятиям все же это совершенно нормально, потому что у нас есть князь, какой-нибудь граф, идальго, а вот смотри, приезжаешь к местным, и у них тоже есть какой-то человек, который командует здоровенной толпой людей. Так он тоже, наверное, князь, и вот подходит идальго к местному кассику и говорит – не узнаете, боярин, аль ты князь? Вот он говорит – а что? Пожалуй, что и князь. Смотри, сколько у меня перьев. В жопе. В том числе. Смотри, даже в жопе перьев. Конечно, князь. Ну, и он такой – ага, князь, т.е. герцог. Ну, он очень дворянин, всё в порядке, к нему отношения соответствующие. А если он дворянин, и у него есть дочка, так на ней можно спокойно жениться. Ну, в чём проблема? Это какому-нибудь англосаксу, причём какому там и дальго? Там обоссанному каторжанину, которого прислали в штат Мэн – у него бы идея не родилась жениться на дочке вождя. Отказать хоть можно. Да. Жениться – нет. После вождя. Или обоих сразу. Да, обоих. Жениться – нет. Ну, в среднем, конечно. А т.е. если там дворянин приезжал какой-нибудь, герцог Велингтонский, ну, я условно… Да. Граф Карлайлский. Что это? Почему он такой какой-то… какого-то цвета тут так… Не подпускайте, блин. Не подпускайте его ко мне вообще. Никогда. А там дворяне, причём даже ладовитые, очень спокойно совершенно скрещивались с местными индейцами. Я уж не говорю про всех остальных. Со всем удовольствием. Ну, т.е. не были расистами, нацистами. Нет, а у них были вполне конкретные, ну, как бы мы сказали бы, какие-то российские и прочие проявления, но они все были жёстко на религии завязаны. Как только индейец крестился, всё. Ну, тем более, если он из приличных, т.е. там, феодал местный, по понятиям испанцев, то всё, зачем его чморить. Он же христианин, а раз христианин, так он такой же, как мы, точно дворянин. Ну, стрёмный, конечно. Да. Ну, ничего, гермо помоем. Пакет на голову. Пакет на голову помоем, читать научим прилично. Вот, в церковь будет ходить. Мы, в конце концов, мы ж тут вместе занимаемся феодальной эксплуатацией. Отлично же. Вот. И поэтому они очень сильно перемешались. В том числе начали перемешиваться религии. Да, в целую серию синкретических религий. Самая из них известная, конечно, сейчас – это вуду. Вуду. Вуду-пипл. Эти вот вуду-пипл – они очень прям жёстко и твёрдо убежды в том, что они католики. Когда-то выходил такой журнал «Хакер». Был такой. Хороший, смешной был. И он как только начал выходить, меня туда сразу позвали, чтобы я дал там жару и увеличил продаваемость журнала «Хакер» в мгновение ока. Так и получилось, как ты понимаешь. И я там как-то раз написал заметку про вуду. Была какая-то игра. Я уже забыл. Я написал заметку про вуду. Как я её вижу? Я с неграми много общался про вуду. Журнал «Хакер» так радовался моим заметкам. Вообще. Я сам радовался. Но эту заметку сказали. Дима, мы её печатать не будем. Почему? Я её повесил у себя на сайте. Оно до сих пор висит. Наверное, скоро меня посадят. Настолько она не толерантна. Я про вуду ещё очень хорошо помню. Было изложено в игре «Санитары подземелья 2». Это отклики. Причём, кстати, странно. Вот у нас считается, что негры страшно ленивые. Какой-то такой адский стереотип. А на самом деле, когда они в Америках, особенно в Северной, на уборке хлопка трудились, они там всех белых крылья как быковцу. Ну, т.е. производительность по сбору негритянских бригад превышала всё вообще на свете. А вот индейцы, наоборот, ни на что не годились. Они или не работали, вообще отказывались. В отрицалово сразу шли. Или перемирали все. Да. И перемирали от этого. А чёрные пацаны хорошо трудились. Так что это неправда, что они ленивые. Ну, я прошу прощения по поводу ленивых негров. Ну, а как бы так получилось, что у них там в чёрной... В чёрной, подчёркиваю, не в Северной Африке, а в чёрной Африке. Там у них были свои цивилизации. Причём, учитывая, что там очень плохо с производными бронзы, они сразу из каменного века перешагнули в Железный век. Там какие-то города строили. И вообще там же интереснейшая история. Или как-нибудь можно будет про Чёрную Африку поговорить вообще отдельно. У меня книжка Чако Зулу. Чако Зулу. Я сначала в журнале «Вокруг света» ознакомился с великими свершениями зулусов, потом вот этот Чако Зулу, там такие имена Звонгендаба фигурирует тоже в санитарах под зимой. Ну и, короче говоря, да, что это мы уж какали-то. Санта-Муэрте. Так как у нас в христианстве тоже вполне себе есть культ мёртвых, ну, почитание умерших святых и вот это вот всё, то вполне понятно, что она с индийским сразу поженилась тут же. Ну и вот, пожалуйста, у нас есть праздник Успения Пресвятой Богородицы. Успение, внимание, Пресвятая Богородица. Тётенька умерла. Все очень радуются в этой связи. Успение – это от усопшей. Да. Два слова для меня с детства было непонятно. Успение и сретенье. Сретенье и встреча. Успение. В общем, короче… Фамилия Успенский – это, значит, усопший. Да. Усопшев. Усопшев. Словом, вот есть, значит, тётенька умерла, все страшно обранывались в этой связи и празднуют до сих пор. А индейцы такие – о, так мы же тоже так умеем. Всё как у нас. Давайте посмотрим, что у нас есть, что мы можем вам предложить. Видите, они предложили им, и получилось слияние древних этих местных верований ацтекских и христианских. Получился этот культ Санта-Мойерта. Имеется в виду, что там тётенька умершая сидит. Ну, статуя её с черепом. Это Богородица имеется в виду. Да. Конечно же. Конечно, все католики в Европе просто в панике от этого, ярко говоря, что это натуральный сатанинский культ. А эти ничего. Эти празднуют. Да ладно. Да. Эти празднуют. У них всё в порядке. Более того, их страшно любят картели, которые производят кокоинум. А они же все там не просто так, мы тут немножко решили белым порошком побарыжить и денег заработать. Это у них они все идейные до ужаса, как у нас прошаренные уголовники – все страшно православные. Так и эти тоже – только католики. Они все религиозные до ужаса просто. А у них вокруг чего? У наших, как ты знаешь, есть эзотерические данные про то, что вор украл гвоздь один, и поэтому Иисуса прибили тремя гвоздями, и он разрешил вору воровать. Да. Цыгане себе это пытаются приписать. Ну, там цыганов не было. Это вообще неправильно. А у них что? Какую базу идейную? Затрудняюсь ответить. Ну, я так подозреваю, что они же все себя ощущают потомками конкистадоров, крестоносцы, рыцари все. Майя, ацтеки и все остальное, да-да-да. Да-да-да. И вот у них, значит, есть это пример. Я в книжках не встречал, ты знаешь, кстати. Я еще даже не задумывался. Ну, там, с одной стороны, мне, конечно, понятно, что они все люто верующие, это никаких сомнений не вызывает, но в книжках никакой идейной базы под торговлю не видел. Нет. Я не к тому, что под торговлю, а к тому, что вот у них своя культурка некая. Как спрашивала психологиня у Энтони Сопрано, а вы что, думаете, что вы попадете в рай? Мы солдаты! Мы на войне, а солдаты всегда попадают в рай. Вот. Словом, у них есть такой культ, они это дело страшно почитают, и, например, если ты… ну, я на войну… Там, между прочим, с 18 века зафиксирована эта фигня, это же не современное изобретение. Если ты, идя на войну, посетишь вот таким вот интересным образом по-пластунски часовню Санта-Мойерте и, значит, приклеишь там некий дар, было бы неплохо с личностью врага, то скорее всего враг… или ты врага завалишь, или он сам самозавалится. В общем, надо жертву принести. Кстати, туда до сих пор человеческие жертвы иногда приносят. Вот так вот. А для картелей в Мексике для этого есть вообще все условия, поэтому они Санта-Мойерте хорошо почитают, лучше, чем некоторые, потому что в США тоже с 2005 года официально открыта церковь Санта-Мойерте. Сильно. Вот. Ну, они плохо почитают, картели гораздо лучше, т.е. они… у них там исконное всё – пасконное, скрепное и домотканное. Короче говоря, эти парни, которые показаны в сериале, доползают до часовинки, видят там этот со статую с черепушками, встают, долгоня, внимательно смотрят, а потом на заколочку прилепляют там фоторобот Хайзенберга. Становится понятно, по чью душу они собрались. Вот. Отряхиваются, выходят, смотрят, как… Остальные подползают. Они так на них несколько с высока поглядев, уходят вдаль. Ты, конечно, про это читаешь, оно как-то просто прикольно, а когда это вот так визуализировано, реконструировано показано, впечатления самые жуткие, конечно. Я слышу, господи. Кошмар. У нас-то еще все неплохо. У нас тоже бывает. Как тебе, наверное, раз десять рассказывал, у меня коллега была дама. Дима, если тебе кто-то не нравится, надо заказать ему заупокойную. Да. Очень хорошо работает. Эрверка. Ты ж православный. Да пошел-ка. Ничего в религии не понимаешь. Действительно. Вот. Более того, среди нашего священства бытует убеждение, что если, когда совершается таинство Евхаристии, копьецом вынимают частички из опресного, из хлеба, которые потом кладут, собственно, в чашу с причастием. И вот если в это время читать «Зов покой» кому-нибудь, то это вообще... Это вернее, чем из СВД стрельнуть. Это ж черная магия, фактически, нет? Да. Как это? А вот так. Как это вяжется? А Господь что? Он не понимает, что ты человека убить хочешь, со свитус жить? Или он на это внимания не обращает? Или этому способствует? Очень много вопросов. Очень много вопросов. Я думаю, что он как провайдер... Нет. Ты как провайдер, обращаясь к серверу, можешь некоторым образом проманипулировать. Там же код все-таки, и ты этим кодом прямо сейчас манипулируешь. А-а-а. Я думаю так. А-а-а. Интересно. Нет. Я сам неоднократно слышал это – от носителей и профессионалов. Сакральных знаний. Да. В общем, нет одного, нет двух. Они говорят – да, так и есть. Как только вот за упокой прочитаешь во время Евхаристии по тому-то и тому-то – всё, ему кранты – точно. Странно. Тогда политики дохли бы со скоростью звука просто. Нет, ну понимаешь, а у каждого политика телохранитель есть свой. Свой. Да. Он тебе сейчас сам... Да. Два раза. Идёт магическая битва постоянно таким образом. Битва, да. Там только кастуют спела там. Ты, кстати, видимо ка-то посмотрел, да, как там ворота держал, а там стрелы какие-то горящие летят, и до ворот не долетают. Мне вот интересно, а что бы эти горящие стрелы сделали воротом? Вот настолько по-мудацки выглядело, даже на конкурсе мудаков эта картинка заняла бы второе место. А, кстати, сразу вопрос – а вот когда… ну, на секунду отвлечёмся, не углубляюсь – вот когда там ведьмак сельчан рубил на улице, он ловко саблей машет или нет? Ну, там всё очень тухло, честно говоря, ну вот ей-богу, потому что оно, конечно… не, ну вроде оно как бы внутри фильма работает, да, внутри фильма, подчёркиваю. Ну, вы посмотрите, как это сделано, чёрт возьми, у японцев, например. Сказали, что это король Нохчи, который там Владимир Фурдик или какой-то он, типа, там всё поставил. Там же все сбежались. Наш любимец Алекс Сахаров, который оператором в Сатранов работал и в Риме, а теперь он в режиссёры вырос. Фурдик там триксы ставит и всякое так. Ладно, отдельно поговорим, а то углубимся. Так. Нет, я просто говорю, что посмотрите, как это поставлено у японцев. Они резину страшно любят, и у них получается крайне убедительно. Человек, убивший Сёгуна. Вот, Человек, убивший Сёгуна. Мне очень нравилось, когда… Саблю в ножны, и все вокруг только падают. Да-да-да. Причём у меня был на какой-то момент очень хороший видимомагнитофон, я ещё на видимом магнитофоне его смотрел, и я вручную подматывал. Я смотрю, набегает на него 20 человек. И он там делает это. Хоц-хоц-хоц-хоц-хоц-хоц-хоц-хоц-хоц-хоц. Все попадали. До пятерых он даже не дошёл. Вот школа, блин. Вот он, я понимаю. Как в массовке объяснили – так он даже не подошёл. Сказали – падай по хлопку. Понял? Хорошо. Дубль два. Всё.